Вкусные такие, сочные, я бы даже сказал, приторные выпуски статей на этой неделе в Банджи у нас выходят вот уже третью неделю подряд. Да, нам говорили про исправление испытания Сириса, именно так, как мы того хотели. Нам говорили о проблеме с читерами и что над ней уже тоже усиленно работают. На прошлой неделе сообщили, что симулятор баунти оставлен и формить контракты нам больше не придется. Эта неделя не исключение, нам снова говорят на 100% то, что мы хотели услышать. Не могу не сказать, что это настораживает, уж слишком все хорошо, но, во-первых, изменения еще не вступили в силу, а во-вторых, на хорошее вроде как не жалуются. Давайте посмотрим, о чем там речь на этот раз. Хочешь выучить новые движения, Страж? Или может быть нужен новый образ? Ах да, Тесс Эверис, главная бизнесвумен города, заноза в заднице коллекционеров и та, кого сильно осуждают все, кто привык получать свежий лут, играя в игру, а не экономля на обедах. По душу ЦС пришел не кто угодно, а сам Люк Смит. Все серьезно походу, да? Наверное, он нашел что-то интересное. Во-первых, Смит признает, что на текущее время в Destiny 2 наметился дисбаланс в системе наград. Речь о том, что Тесс предлагает самый интересный, по крайней мере, внешний лут, в то время как, играя в игру, вы получаете либо старые сеты, либо перекрашенные старые сеты. Короче, Люк Смит говорит, что все это и правда лажа, и надо это срочно исправлять. И вот как. Во-первых, Destiny 2 готовится для ввода системы Трансмога. Те из вас, кто играл в World of Warcraft, понимают о чем речь. Для остальных объясню. Эта функция позволит игрокам превратить свою любую броню в универсальное украшение. Например, нравится Трайлсовский сет, но по статам он не очень вам выпал. Берете любой другой и сборную солянку из разных уродливых, но удовлетворяющих вас при этом по статам и вешаете на них об облик сетов Осириса. Сейчас так работают орнаменты, но это очень ограниченный набор внешек. Теперь это можно будет делать со всей броней. Как именно это будет работать, вероятно, будет некий специальный ресурс, применив который вы перекуете броню. Получить ресурс можно будет по заверениям разработчика как в игровых активностях, так и за серебро. Да, упоминание чего-то сейчас за серебро в данном контексте не очень, кстати. Мы же тут вроде собрались побеждать ТЭЦ, но думаю, что теперь ошибки с балансом допущено не будет. Все же четвертый год на носу. Кроме того, каждый новый сезон будет включать в себя новый набор брони. И речь не о броне из сезонного пропуска или лавки Эвервес. Речь о полноценном новом сете за игровые активности. Ну а что до сетов орнаментов ТЭЦ? Что ж, в следующем сезоне их не станет. Кроме этого, ТЭЦ больше не будет продавать корабли, сперроу и призраков, которые по внешнему облику похожи на геймплейные активности актуального сезона. На вроде сперроу бегущий по крови, который идеально внешне вписывался в настроение дополнения обитель теней. Работает студия и над тем, чтобы каждая ключевая активность награждала вас чем-то особенным. Представляете, в игре про лут, мы будем получать лут. Написано как минимум одна награда, но обещают проработать больше. Например, как мы помним, уже работают над добавлением адепт оружия в испытания Асириса, а в 13 сезоне в испытания Асириса добавят новую броню. Прям совсем новую. Но в целом же сеты брони испытаний будут обновляться раз в год. В следующем рейде тоже будет новая броня. Спасибо, конечно, что сделали на этом особый акцент, а то я уж думал нам в новом рейде броню из Пожирателя Миров дадут. Также новые сеты брони добавят в ключевые плейлисты, налеты, гамбиты, гарнила, то есть обновят ассортименты вендоров. Они будут выглядеть по-новому и включать в себя новые шейдеры, специфичные той активности, в которой получены. Кроме этого добавят и новое оружие, орнаменты на которое не будет продаваться в магазинчике Тесс. Банжи обещает добавлять новые сеты в ассортименты плейлистов каждый год. И вот тут в скобочках, то есть в четвертом, пятом и шестом году. Что лишний раз дает нам ответ на вопрос «Джонни, а ты ждешь Destiny 3?» Нет, не ждешь. Ее не будет. Так что и вам не советую. Об этом мы скоро поговорим в отдельном ролике. Что же касается накопления яркой пыли, об этом тоже сказали. Получение яркой пыли будет упрощено, а задания, дающие эту пыль, будут работать на весь аккаунт, а не на персонажа. Так что можно смело предполагать, что новые контракты пыли будут давать еще больше. В набор наград, что падают из ярких анграмм из сезонного пропуска выше сотого уровня, добавили косметику из третьего года, которая продавалась как за яркую пыль, так и даже за серебро. Что ж, я думаю это хорошо. Честно говоря, как я и сказал в начале, жаловаться грех. Но каждый раз, читая эти обещания и планы, в голове не пропадает вопрос. Почему все эти вещи не могли быть в игре с самого начала? Есть одна мысль на этот счет. Может быть как-нибудь я тоже поделюсь, не в этом ролике. Из еще более-менее важного, в статье упомянули даты последнего железного знамени этого сезона. Ивент начнется 12 мая. А также ДНГ уточнил, что ротация карт в испытаниях Осириса будет не закольцована, и то, что сейчас они уже идут на повторный круг, не совсем то, как это задумывалось. В общем, работа кипит, друзья. Пишите в комментариях, что думаете обо всем этом. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok